Теперь за долги могут забрать даже последнее жилье. Разбираем новое решение суда. С вами сегодня буду я, юрист-эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. Не забывайте на меня подписываться, чтобы не пропустить следующее видео. Еще буквально недавно считалось, что от должника нельзя лишить единственного жилья, если у него оно одно. Единственное исключение, которое предусматривал закон, это ипотечное жилье. Поскольку оно находится в залоге у банка, тот вправе обратить на него взыскание для погашения задолженности по кредиту. При этом не имеет значения, что у должника нет другого жилья. Об этом нам напоминает статья 446 ГПК. Поэтому за единственное жилье, которое не заложено банку, поводов опасаться не было. Суды отказывали кредиторам, если те пытались обойти запрет и продать с торгов последнее жилье должника. Например, определение Верховного суда, дата и номер которой вы видите сейчас на экране. Однако, с 26 апреля этого года все изменилось. Конституционный суд Российской Федерации вынес постановление, которое серьезно пошатнуло неприкосновенность единственного жилья должника. Постановление от 26 апреля 2021 года, номер 15-п. По мнению суда, жилье вполне можно забирать за долги. Даже при том, что это оно единственное. При соблюдении определенных условий. Разбираем все по порядку. В Конституционный суд обратился мужчина, которому почти 20 лет не удавалось вернуть свои деньги, данные в долг одному из своих знакомых. Еще в 99-м году тот занял 77 тысяч рублей и не вернул их. Мужчина взыскал весь долг с процентами через суд, но самих денег так и не увидел, поскольку официально у его должника не было ни доходов, ни нового имущества, которые можно было бы продать для погашения этого долга. Дело затянулось на годы. Суд за это время неоднократно индексировал задолженность. И в итоге к 2019 году она выросла уже до 4,5 миллионов рублей. Но опять-таки оставалась только на бумаге. При этом в 2009 году должник купил себе квартиру площадью 110 квадратных метров. Хотя официальных доходов у него по-прежнему и не было. Изучив эту ситуацию, Конституционный суд пришел к такому выводу. Запрет обращать взыскание на единственное жилье должника не является безусловным. То есть вполне можно сделать исключение из него. Если, первое, суд проведет оценку жилого помещения и установит, что его рыночная стоимость вполне сопоставима с суммой задолженности, то есть за счет продажи такого жилья можно погасить существенную часть долга. И второе. При реализации жилого помещения должник и его семья будут обеспечены другим жильем, площадь которого должна определяться по действующим нормам. Предоставление жилья по договору соц. найма. Иными словами, должнику предоставить другое жилье, пригодное для проживания, но поменьше и проще, чем у него до этого было. В среднем норма распределения жилья по регионам составляет 15 квадратных метров на одного человека. Так что, условно, при наличии у должника квартиры площадью 50 квадратных метров, ее могут выставить на торги, предоставив ему взамен жилье всего на 15 квадратных метров. Про запрет на выселение должников в коммунальные квартиры в постановлении Конституционного суда ничего не говорится. Значит, это вполне возможно. Есть лишь указание, что единственное жилье должно быть в пределах того же поселения, что и прежнее. Приезд в другой населенный пункт допускается лишь согласие самого должника. Конституционный суд в Российской Федерации приписал внести в закон соответствующие поправки, а именно установить четкие условия для обращения взыскания на единственное жилье должника. А до тех пор, пока применяется позиция Конституционного суда, изложено в этом постановлении. И, кстати, буквально месяц назад Верхновный суд защитил наследников, женщины, которую признали банкротом, посмертно. Кредиторы хотели продать 1 треть квартиры, принадлежащей наследодателю, где проживали ее дочь и внук. Это грозило им тем, что в их единственную квартиру могли поселить совершенно посторонних людей. Но суд отказал кредиторам, применив правила об иммунитете единственного жилья. Определение Верховного суда смотрите на экране, а также я оставлю ссылку на него в описании под видео. Теперь же, в свете постановления Конституционного суда, исход подобных дел может быть совершенно иным. Ставьте под этим видео лайк, подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик, чтобы приходило напоминание о новом выпуске. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!